Александр Лукашенко, он же Саша 3%. Это вы Саша 3% уже написали на манке. Он же Усатый Таракан. Усатый Таракан, еще чего. А с недавних пор Саша зарекомендовал себя еще и картографом. А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Четыре позиции я сейчас покажу, как ты привез. Но все эти прозвища и приколы – это лишь народное творчество, которое высмеивает засидевшегося у руля страны диктатора. Безусловно, Лукашенко комичен, смешон и нелеп. Но в то же время на руках этого тирана кровь сотен и тысяч жизней мирных людей. 24 августа самопровозглашенный президент Беларуси поздравил Украину и украинцев с Днем Независимости. Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Желаю украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. Вы только вдумайтесь, Лукашенко желает мирного неба украинцам после того, как на протяжении полугода с территории Беларуси в это самое мирное небо прилетали военные самолеты и ракеты. Лучше всех, я считаю, в этом смысле отреагировал Алексей Гончаренко, который сказал, что через год-то по-любому он будет висеть на столбе и Беларусь будет свободной. И Министерство обороны, которое предложило ему сходить туда же и к своим друзьям Хусейну и Каддафи. И одним поздравлением самопровозглашенный не ограничился. Чуть позже Лукашенко признался в любви к украинскому народу. У меня сложились очень хорошие отношения и добрые отношения к украинцам. Ответом Украины, с которым солидарны многие украинцы, стало заявление Министерства обороны Украины. В наш День независимости диктатор Лукашенко поздравил Украину и пожелал нам мирного неба. В качестве подарка из Беларуси по Украине снова были выпущены ракеты. Желаем Лукашенко такого же мирного неба и скорейшего воссоединения с его верными друзьями Хусейном и Каддафи. Не оставило без внимания трехпроцентного лицемера и посольства США в Беларуси. Там заявили, что режим Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за соучастие в этой войне. Вы можете считать, что весь цивилизованный мир, а у Светланы Георгины Тихановской уже установлены дипломатические отношения с 55 странами. Так вот весь цивилизованный мир выразил свою позицию, не признав выборы в Беларуси в 2020 году. Картина Репина приплыли. Ведь по мере того, как мировое лидерство все чаще открещивается от России. Это принципиальная позиция с моральной точки зрения, а также с точки зрения международного права. Крым должен вернуться в Украину. Ряды союзников непрерывно редеют. И усатому картографу не остается ничего, кроме как вслед за своим хозяином угрожать всему цивилизованному миру ядерной войной. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что мы переоборудуем и белорусские самолеты для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово. Не думаем, знаем, языком вы только ляпаете. Четыре позиции, я сейчас покажу, как тут привез. Для них всех там одномоментно наступит судный день. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Поэтому и всевозможные угрозы, звучащие из уст утопающего, лишь предсмертный крик. Если хотите, эпитафия для умирающей диктатуры. Продолжение следует...